Накануне Дня Республики актюбинские курсанты показали мастерство на новых самолетах Л-410. В показательных полетах приняли участие лучшие летчики военного института. Журналистам дали возможность увидеть военную авиацию и познакомиться с подготовкой будущих офицеров. Лейла Уесова побывала на закрытом аэродроме. На аэродроме настоящее оживление. Впервые в истории актюбинского института целая группа столичных журналистов прибыла на военно-транспортном самолете, чтобы познакомиться с подготовкой будущих офицеров. Все хотят сфотографироваться на фоне крылатых машин и дотронуться до них. Пресс-тур открывает чешский самолет Л-410. Новая техника пополнила авиапарк военного вуза в конце прошлого года. Мы находимся на борту самолета Л-410. На нем будущие летчики проходят подготовку перед пилотированием. Здесь помещается до 19 человек и буквально через несколько минут данный самолет поднимется в воздух. Универсальные самолеты Л-410 стали настоящей находкой как для курсантов, так и для преподавателей военного института. Они считаются самыми легкими в своем классе. Могут подниматься в воздух при экстремальных температурах и летать в сложных погодных условиях. Для взлета им достаточно полукилометровой полосы. А посадку такой самолет может производить даже в поле. Каждому курсанту дается 25 часов полета в дневное и ночное время. Вместимость самолета вместе с экипажем 21 человек. Особенность его – у него расход топлива экономичный. Полная заправка идет 1300 килограммов керосина. До Актау мы летаем всего лишь за 700 килограммов. Максимальная высота полета составляет 6600 метров. Стоимость каждого нового судна чешского производства – около 7 миллионов долларов. Теперь стажировку на них проходят курсанты военного института. До прибытия новой авиатехники они оттачивали мастерство на учебно-тренировочных самолетах «Злин» и «Ан-26». Теперь в планах Минобороны закупить еще несколько военно-транспортных самолетов для подготовки курсантов. В этом году военный институт сил воздушной обороны имени дважды Герой Советского Союза Талгата Бигельзинова отпраздновал свой полувековой юбилей. За эти годы вуз подготовил больше 4000 специалистов. При этом 80% выпускников сейчас занимают руководящие должности в авиационной сфере страны. Кроме летчиков и инженеров, здесь готовят кадры по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, а также военных врачей. На медицинскую специальность в этом году набрали больше 30 девушек-абитурентов. Тактика военной медицины, управление военной медицинской службой, токсикология есть военная, эпидемиология, снабжение. Вот эти предметы отдельно по военной линии проводят. У нас выпускались хирурги, терапевты. Они не выбирают по заявке главного военно-медицинского управления. Они распределяются по всем частям, где идет нехватка данных специалистов. Два диплома. Один диплом дает западно-казахстанский медицинский университет имени Марата Успанова. Один диплом в военный институт силы воздушной обороны. На сегодня это единственный военный вуз в Центральной Азии, который готовит авиационных специалистов для вооруженных сил государств, членов организации договора о коллективной безопасности. В рамках данного соглашения подготовку проходят граждане Таджикистана и Кыргызстана. Всего здесь обучаются около 600 курсантов. В День Республики первокурсник Фарух Турдиев отметит свое совершеннолетие. Уроженец Алматинской области всегда мечтал о военной карьере. Теперь у него появилась такая возможность. Я родом из Алматинской области, села Жатюген. Родился 25 октября 2006 года, день праздника Республики Казахстан. Желаю всем казахстанцам счастья, здоровья, а также открытого неба. Как семья отнеслась к молодому к выбору ваших профессий? Ну, моя семья была рада, что я стал военным. Именно в этом институте они гордятся мной. А что нравится сейчас? Первый курс? Мне очень нравится распорядок дня. Готовят очень вкусно. Мне нравится еда. Занятия как проходят? Занятия проходят очень отлично. На высшем уровне. Здесь учителя очень образованные и хорошо объясняют. В этом году здесь состоялся 27-й выпуск военных летчиков и инженеров. Выпускникам вручили дипломы и присвоили первое офицерское звание. Лейтенант. Всего 89 юношей, получивших образование по летным и инженерным специальностям, отправились в воинские части для прохождения службы. Лейла Уйсова, Жумар Кудайбергенов, Телеканал ТДК 42, Октубе.